По мере приближения Эпохи Тьмы, в галактике распространялось пожирающее всё на своём пути пламя войны. Миры и армии превращались в пепел, часто не оставляя в живых никого из тех, кто мог бы поведать о понесённых жертвах и совершённых злодеяний. В это время каждый из легионов использовал уникальные подразделения, применяющие нетрадиционный стиль ведения войны, в котором по желанию или вынужденно прибегал к отвратительной тактике и оружию. Многие подобные формирования оказались потеряны в мрачные годы, последовавшие за Ересью Коруса. Их традиции были уничтожены, а запасы оружия исчерпаны. Однако информация о некоторых из них сохранилась в этих записях, чтобы будущие поколения смогли узнать об ужасах, обрушенных на галактику сыновьями-предателями Императора, а также о доблестных героях, которые им противостояли. Небольшой мир-кузница Омн-Мат, располагающийся на севере сегмента Мультима, начиная с середины Великого Крестового Похода, служил точкой пополнения припасов для экспедиционных флотов, отправляющихся на восточный край галактики. По мере расширения границ Империума, производственные мощности мира были перенаправлены, причем большая их часть обеспечивала припасами ближайший мир-крепость Стромхельм, а оставшиеся удовлетворяли потребности инфраструктуры местного подсектора. К тому времени, как авангард Темной Империи Хоруса вторгся в область космоса вокруг Омн-Мат в восьмом году 31-го тысячелетия, мир уже был охвачен войной. Слухи о зверствах, совершенных теми, кто восстал против Императора, принесенные паникующими капитанами чертистов и отрядом, выживших после резни в зоне высадки, вновь разожгли древние споры внутри правящего синода Мира Кузницы, погрузив планету в пучину конфликта еще до того, как воитель покинул систему Истван. Став жертвой капризной политики марсианских механикум, Омн-Мат лишился своей ценности для Империума после того, как экспедиционные флоты Великого Крестового Похода перестали пополнять на нем припасы, а ресурсы и персонал мануфакторумов были переброшены в продовольственные сектора, на миры, находящиеся далеко от Мира Кузницы. Почти два года междоусобных конфликтов еще больше подорвали благополучие Мира Кузницы, сделав его, в глазах предателей, куском камня, который нужно разграбить, пока они разрабатывают планы по захвату самых северных пределов сегмента Мультима. Эта обязанность легла на капитана Джарана Дейгена из 16-го легиона. Все еще увенчанный лаврами, заработанными во время ожесточенных абордажных боев в порту Пасть, капитан был отправлен во главе армады из тысячи легионеров, сынов Хоруса и несущих слово, при поддержке миллиона солдат Салара Уксилии и ополчения предателей. Возглавляемая 84-й ротой Дейгена, армада должна была доставить так называемое Темное Согласие Магистра Войны. На варп-маршруты между Цикларатом и Гонорумом, заставив планеты подчиниться посредством массовых казней и набирая из выживших надзирателей, которые бы облегчили сбор десятины из материалов и плоти для механикум Цикларата. В свою очередь, капитан Дейген считал Омнмат целью гораздо более значимой, чем просто место сбора плоти для кузниц Цикларата. Уже обрушившиеся на мир страдания, а также соответствующие приготовления сделали его идеальным подношением для темных благословений его эзотериков. В течение двух лет Дейген позволил страданиям и отчаянию, вызванным продолжающейся гражданской войной на Омнмате, захлестнуть планету еще сильнее, поскольку его флот, согласно плану его братьев из ложи и дьяволистов несущих слово, организовал хирургически точную бойню в окружающих системах. И без того жестокие и оппортунистические боевые доктрины 84-й роты превратились в нечто более зловещее, больше напоминающее ритуальные убийства, которые превращали непокорные миры в склепы, отдающие дань величию предателю. В конце 10-го года 31-го тысячелетия, острие флота Джарана Дрейгена вырвалось в реальное пространство на краю системы Омнмат, в которую за два года ритуальных убийств через варп могла привести лишь горст конвигаторов-предателей. А поскольку амнийские верфи и местный флот были опустошены еще в начале гражданской войны, флот Дейгана, несущий на борту лишь его 84-ю роту, беспрепятственно вышел на орбиту Омнмата. Все, что они увидели, так это мир, разрушенный междоусобной войной, выжженную сферу, испещренную оспенами остовов кузнец, уничтоженных ядерными зарядами, и горстку кузнец и редутов, что смогли уцелеть под опустошительным дождем фосфиксных снарядов. Из уцелевших анклавов на флот Вестников Раздора понеслись отчаянные вокс-сообщения, которые были встречены тишиной. Капитан Дейген сразу же отмахнулся от тех ничтожных крупиц помощи, которые они могли предложить делу предателей. Он ценил лишь только боль, которую выжившие испытают в ближайшие часы. Находясь в гордом одиночестве, в пустоте, флот сынов Хоруса начал готовиться к высадке и развернул свои порядки над храмом-кузницей лоялистов Тиаэтира, что был отмечен как идеальный алтарь для начинающегося кровавого ритуала предателей из-за многих сражений, что он пережил. Когда залп штурмовых клешней пронзил небеса Омн-Мата, защитные лазеры Тиаэтиры с опасной поспешностью начали захватывать цели, так как их непригодность для перехвата таких быстрых целей на короткое время была компенсирована их плотностью, в то время как быстрый вход в атмосферу ослепил датчики штурмовых когтей. Предупреждения, посланные флотом, были бессмысленными и десантные капсулы начали разлетаться на части, когда первые залпы защитных лазеров осветили небо. Дюжина более тяжелых когтей модели Хорибда, что были слишком медленными для быстрого маневра, также была уничтожена в одно мгновение. Еще несколько когтей ужаса попадут под апокалиптический огонь защитных лазеров, прежде чем волна Сынов Хоруса переживет самый опасный этап орбитальной высадки. Теперь же каждый пройденный километр все больше и больше отдалял их от смертоносного огня лазеров, сокращая эффективность защитных систем наведения. Среди двух сотен штурмовых когтей, выпущенных на Фаэйтиру, девять из каждой десятки уцелели и достигли цели. Их мельторезаки вгрызлись в слои абляционного керамита и твердого ферракрита, пробиваясь через верхние этажи храма кузницы. Несмотря на то, что они пробили почти полкилометра в Ти-Айтире и обошли большую часть внешней защиты, находящиеся внутри легионеры столкнулись с ожесточенным сопротивлением. Сражаясь в одиночестве и пробираясь через лабиринты запутанных коридоров для перегруппировки, они услышали, как взревели тревожные сирены, знаменующие отмену текущих рабочих задач сервиторов. Сотни полуживых дронов ринулись в атаку, встав на пути вторгшихся легионеров, которые пронзали их цепными мечами и расстреливали из болт-пистолетов. Такая бессмысленная трата сервиторов предназначалась лишь для того, чтобы выиграть время спешащим на помощь силам театерианской тагматы. Манипулы автоматонов-стражей модели эсцилакс были первой серьезной боевой силой, с которой пришлось столкнуться несущим раздор. Они роились в транзитных шахтах и служебных каналах, или же пробуждались ото сна в специальных проемах, когда отделения Сынов Хоруса натыкались на дремлющие гарнизоны, разбросанные по всему периметру кузницы. Вращающиеся механо-дендриты и залпы их орудий вгрызались в керамид легионеров, однако такие единичные контратаки мало что могли сделать для замедления продвижения Сынов Хоруса, выросших в подземном мире Хтония и превратившихся в одних из самых опасных туннельных бойцов в галактике. Достигнув нижних уровней внешней стены Ти-Айтиры, вестники раздора перегруппировались, и хотя в начале боевые единицы состояли из одного-двух отделений, сокрушив скудную оборону, уже сотни легионеров собрались перед одним из огромных входов во внутренние помещения кузницы. В то время как ядро линейных войск 84-й роты добрались до места относительно невредимыми, тяжелая поддержка несущих раздор понесла огромные потери, так как находилась на штурмовых когтях Харибда, что в данный момент горели в небе над головами легионеров. Собрав оставшиеся силы своей роты, капитан Дейген жестом приказал выдвинуть вперед единственный уцелевший дредноут Левиафан, чтобы пробиться внутрь Ти-Айтиры. Циклоническое мельтокопье Дредноута отлично справилось с этой задачей, уничтожив запорные механизмы и обрушив на землю огромные противовзрывные двери. Когда уцелевшие легионеры переступили порог внутреннего святилища Ти-Айтиры, магистры Ложи начали распевать богохульные летании, обещая своим братьям дары тайной силы и стойкости, которые возвысит их в глазах воителя, в то время как внизу кузница приходила в движение, подобно потерявшему покой у улью насекомых. Подгоняемые кибертеургическими кличами своих хозяев из Лакири Марты, волны технотрелов от Секулярис ненадолго преградили путь предателям, мгновенно убив залпами лазерных выстрелов нескольких раненых легионеров, пока ответный болгарный огонь не выкосил грубо аугментированных рабов механику. Вернувшись к боевым доктринам, заученным во время Великого Крестового Похода, сыны Хоруса использовали пламя, огонь волкитного оружия и цепные мечи, чтобы расчистить себе путь, но быстро остановили свое продвижение, так как бреши в рядах от Секулярис внезапно извергли манипулы боевых автоматонов Ворокс, которые проделали в рядах предателей кровавые просеки, прежде чем их удалось уничтожить крак гранатами и мельтовзрывами. Капитан Дейген знал, что это лишь предвестники элитных сил феотарианской Тагматы, ее самые быстрые и многочисленные члены, посланные обескровить сынов Хоруса. Настоящая контратака, которую так ожидал Капитан, была все еще впереди, поэтому тяжелую технику придется оставить в резерве, пока рота Дейгена не достигнет цели, где Капитан и намеревался разыграть свой последний козырь. Скрытый замысел, ведущий вперед 84-ю роту, совершенно непостижимый для их противников, был одним из немногих преимуществ предателей, погребенных в кузнице лоялистов и лишенных какой-либо поддержки. Логика подсказывала Теоитирскому Синоду, что сыны Хоруса идут в сердце Теоитиры, стремясь либо саботировать автоматические реакторы кузницы, либо захватить контроль над орбитальной защитой. Однако Синод ошибался. Маршрут Вестников Раздора был продиктован их эзотериками, которые вели их, согласно своим оккультным предсказаниям, к слиянию бурлящей энергии, сосредоточенной в глубинах Теоитиры. По мере того, как 84-я рота двигалась дальше к своей цели, разрозненные рапорты искателей и разведывательных отделений, прикрывающих ее фланги, сообщали об огромной колонне автоматонов, неумолимо выходящие из сердца кузницы. Несмотря на то, что основные силы предателей избежали столкновений с войском механиком, те подразделения, что составили арьергард несущих раздор, понесли огромные потери в столкновениях с боевыми автоматонами Орлотакс, которые, несомненно, окружили бы сынов Хоруса, следуя они маршрутам, предсказанным Синодом Теоитиры. Остававшиеся до этого момента в резерве три контемптора были отправлены сдерживать войско Орлотаксов, давая возможность основным силам двигаться вперед. Стычки с силами Теоитиры стали все более частыми и более кровавыми, и, несмотря на то, что сыны Хоруса обошли основные силы Тагматы, легионерам пришлось вступить в жестокую схватку, окружив часть войска автоматонов и уничтожив его. Однако на каждого павшего Костелакса или Домитара сыны Хоруса теряли убитыми несколько легионеров, неся ненужные потери. В конце концов, вестникам раздора пришлось прибегнуть к разрушению туннелей, чтобы отрезать себя от сил Тагматы и избежать затяжных боев, жертвуя целыми отрядами, оставляя их сражаться с автоматонами кибернетики в то время, как основные силы, двигались дальше. Такие жертвы позволили капитану Дейгену достичь своей цели уже через три часа, после начала спуска в кузницу, но потеряв при этом более двух сотен легионеров в битвах за путь к заготовительным участкам Лакири Марты. Однако для сынов Хоруса каждый павший воин был героем, который своей жертвой обеспечил будущее возвышение своих братьев. Там они нашли источник эфирной энергии, который находился в центрах Лакири Марты по переработке плоти и созданию сервитор, чьи мучения на протяжении поколений горели ярким маяком в Варпе, к которому так стремились эзотерики Дейгана. Миазмы этих страданий стали лишь сильнее отражаться в Варпе с началом гражданской войны на Омн-Мат, когда полчища захваченных врагов Теа и Тиры были брошены в перерабатывающие комплексы и либо подвергались кибернетическим улучшениям и запирались в клетках разума, чтобы затем примкнуть к войскам от Сокуляри, либо были переработаны в питательную пасту. Усиленные беспорядками на мире кузницы и двухлетними ритуальными убийствами, а также пеленой смерти на Вишен, Теа и Тиры в частности и Омн-Матом в целом, аура страданий сделала завесу, отделяющую Варп от реального пространства настолько тонкое, что это место стало идеальным для богохульного заклинания, на котором сосредоточились все усилия предателей. Но темный ритуал несущих раздор не остался незамеченным, ибо даже когда сыны Хоруса добили последние остатки войск от Сокулярис, созданных в перерабатывающих комплексах Лакеримарты, из дальних уголков этого комплекса к ним начали приближаться фаланги почерневшего металла, в котором отлично была заметна Угметика, однако она отличалась от той грубой кибернетики, которую механикум вживляли своим рабам. Около четырех сотен легионеров Железных Рук маршировали навстречу предателям, плоские щиты выдавали в них, присягнувших смерти медузианских бессмертных, а явные признаки стертых символов также были замечены на горстке дредноутов и автоматонов, идущих среди них. Во главе этого зловещего войска шел военачальник Дюранд Ош, некогда потомок клана Лакопт и тауматург закрытого библиариума Легиона. Ош, даже учитывая то, что его псайкерские способности давно были подавлены, почувствовал цели, которые преследуют предатели. Капитан Дейган и военачальник не обмолвились и словом между собой. Вместо этого единственным приветствием стали предсмертные клятвы бессмертных с одной стороны и боевые хтонийские кличи с другой, прежде чем ряды непримиримых врагов разразились болтерным огнем. Даже когда авангард 84-й роты скрестил клинки с новым противником, преследующая их театерианская тагмата неумолимо продвигалась вперед. Отряды разведчиков, выставленные в качестве арьергарда, продолжали сдерживать силы механику, уничтожая огнем болтеров Немезида, магасов и младших техножрецов, стараясь отвлечь наступающих автоматонов, но вскоре к битве присоединились кавинанты Мермедонов-разрушителей, которых нельзя было замедлить таким способом. Мермедоны легко двигались вперед, выжигая легионеров из укрытий потоками прометия, зажатые с двух сторон, несущий раздор перестроились в оборонительной порядке, а капитану Дейгану не осталось ничего, кроме как отправить тяжелые резервы на сдерживание театерианской тагматы. В то же время отряды разрушителей 84-й роты сформировали стену щитов, подобной той, что была у Железных Рук. Между двумя линиями обороны Сынов Хоруса, магистры Ложи и Эзотристы начали готовить свой последний ритуал, спешно собирая полдюжины алтарей из промышленных обломков, разбросанных по погрузочным площадкам. Отряды риверов начали атаковать на прыжковых ранцах слабые участки линии обороны медузианцев. Каждый раз, когда прогибался или ломался щит Бессмертного, цепные топоры риверов высекали искры из закаленной стали, а их силовые кулаки разрывали плоть и кости. Каждый раз, когда Сынов Хоруса отбрасывали назад, риверы тащили за собой тяжелораненых и почти мертвых лоялистов, за свою линию обороны, собирая жатву для подпитки начавшегося ритуала. Несколько таких попыток были пресечены, так как пленники, поняв мрачные намерения предателей, прижимали к груди гранаты, успевая подрывать себя. Ош также осознал, почему происходят налеты риверов, и отражал их атаки взмахами своего громового молота, приказывая медузианцам давать милость императора своим раненым братьям, а не смотреть, как их волокут в плен. Тем не менее, несколько железных рук были слишком тяжелоранены или и вовсе потеряли сознание, чтобы оказать хоть какое-то сопротивление и были обречены отправиться за линию предателей, на импровизированные ритуальные алтари, уже обогренные кровью. На противоположном фронте предателей вся мощь театрианской тагматы наконец-то обрушилась на Сынов Хоруса. Шквалы перегретой плазмы, выпущенные ковенантами Мермедонов и осадными автоматонами Танатар, проделали кратеры в насыпи Маглива, используемые несущими раздор в качестве временных укрытий. Сотни легионеров обрушили на приближающихся автоматонов шквальный огонь болтеров, возможно и убив один из десяти автоматонов кибернетики, но большинство из них все так же невозмутимо шло дальше, пока болтерные снаряды отскакивали от закаленного керамита или детонировали, попадая в трещащие энергетические поля. Против этого, казалось бы, неостановимого потока железа выступили последние оставшиеся дредноуты несущих раздор. Пара контемпторов ворвалась в ряды боевых автоматонов за мгновение до появления следующей тройки дредноутов, но уже модели Кастроферон и одного сопровождающего их левиафана. Жестокие орудия войны пробивали приводы и крушили конечности, опрокидывая дометары на землю и оставляя от костелаксов лишь искрящиеся обломки, вминая их туловище в землю с окрушительными ударами кулаков или разрывая на части вихревыми когтями. На две минуты силы театерианской тагматы были остановлены, но шестерых дредноутов сынов Хоруса превосходили по численности, как минимум 100 к 1. Автоматоны лоялистов, которые медленно окружали их, превращая конечности дредноутов в расплавленный шлак точечными залпами мель и разрывая древних воинов внутри их саркофагов своими гравитонными молотами. Медленно, но верно древние машины гибли одна за одной. Единственный левиафан несущих раздор, переживший орбитальную высадку, продержался дольше всех, испепелив в предсмертных муках своим циклоническим мельтокопьем, которое он разогрел за пределы допустимого троих боевых автоматонов Арталакс, пока его туловище разрывали полдюжины визжащих силовых лезвий. Посреди сражений начали проявляться первые признаки ритуального призыва капитана Дейгена. Сенсорные призраки странных фигур регистрировались системами авгуров, а воксканалы наполнялись едва слышными песнопениями. Укрытые между двумя параллельными оборонительными линиями скопления приверженцев ложи окружали полдюжины тела, над которыми продолжались ритуальные вивисекции. Мастера ложи и эзотеристы продлевали предсмертную агонию своих жертв из числа железных рук и техно-жрецов, чтобы искусить обитателей варпа. Этот всплеск варп-энергии давил военачальника Оша словно свинцовый груз, и каждый его орган чувств предупреждал о надвигающейся катастрофе. По всей линии поля боя его железные руки несколько раз пытались добраться до своих пленных братьев. Одному контемптору даже удалось пробиться сквозь толпу легионеров-предателей и уничтожить одно из ритуальных мест полуразрушенным конверсионным лучом. Однако его автоматический реактор в этот же момент взорвался. Второе место призыва также было уничтожено, прежде чем ритуал достиг своей жалкой кульминации, став жертвой сил талаксов и урсураксов, которые спустились из потолочного вентиляционного отверстия одного из погрузочных отсеков. Возможно, какой-то остаточный человеческий инстинкт заставил лоботомированных киборгов уничтожить проклятый ритуальный алтарь из чувства чистого отвращения. Но даже когда эти два ритуальных места сгорели, темные литургии, эхом отдававшиеся от их уцелевших аналогов, достигли апогея. Каждый лающий слог приносил слышащему невыносимую боль, каждая тень корчилась от кошмарных форм, а блики света с погрузочных площадок, казалось, отступали от мест призыва. Полускрытые надвигающейся тьмой, окутавшие жуткие алтари магистров ложи, формы начали вырываться из трупов жестоко убитых пленников, несущих раздох. Плоть мертвецов растягивалась и трещала, когда демоны превращали еще дергающиеся трупы в порталы в реальное пространство. Между расступившимися рядами сынов Хоруса появились существа ростом с терминатором, чудовищные ужасы из нематериальных сухожилий и скрюченных костей, словно появившиеся из кошмара и связанные волей предателей. Завывая голосами, одновременно болезненно неестественными и тошнотворно знакомыми, первая троица демонов ринулась на наступающих железных рук, разрывая керамид, разбрызгивая кровь и отбрасывая легионеров в сторону, пока нематериальные клинки и зубы вырезали рваные раны на одеянии бессмертных. По всему полю боя эзотеристы сынов Хоруса выпускали в реальное пространство десятки демонов. Каждый завершенный ритуал позволял все большему числу варп созданий войти в материальное царство. Громоздкие существа одинакового роста, призванные одолеть космодесантников-лоэлистов и их собратьев-автоматонов, несмотря на то, что были похожи, по-настоящему ни один из них не был одинаковым. Так некоторые представляли собой конструкты из плачущей и гнилостной плоти, другие же были охвачены танцующим бурлящим огнем, ну а третьи и вовсе проявлялись в реальности с головокружительным множеством ужасающих мутаций. Однако, независимо от их внешнего вида, все они были одинаково смертоносны, разрывая на части и легионеров, и машины-кибернетики, с помощью демонических мечей и молотов, и, казалось, не заботились ни о чем, кроме кровавой бойни, которую они учинили. Когда волна демонических зверей хлынула из рядов несущих раздорно наседающих лоэлистов, и без того неровная стена щитов космодесантников начала таять, железные руки были почти побеждены, а превосходящее воинство театрианских автоматов внезапно остановилось. В центре бойни стоял ликующий Джаран Дейген, и руны, выбитые на его керамите, теперь блестели от свежевырванных внутренностей, предвещая его возвышение. В течение двух долгих лет он подчинялся непонятным требованиям воинской ложи, перенаправляя свой флот и перестраивая доктрины своей роты, чтобы соответствовать требованиям ритуала, который обещал не только передать в его руки весь Омнмат, но и наделить его и его воинов невиданной силой. Даже не обладая психическим потенциалом, Дейген чувствовал, как вокруг него кипит Эматериум, когда ритуал начал подходить к завершающей стадии, однако перед обещанной наградой, как оказалось, придется пройти последнее испытание. Военачальник Ош, чьи доспехи были пробиты в полудюжине мест, а громовой молот был заляпан демонической кровью, пошатываясь, вышел вперед из ближайшей толпы сражающихся. С жаждой крови, рожденной отчаянием, Ош высвободил силы, которые он сдерживал со времен Никейского Эдикта, хотя контакт с энергиями варпа и пронзил его тело болью, он направил в свиту Дейгена залп из воющих нематериальных осколков. Выплевывая проклятие, Ош бросил вызов капитану Дейгену, который жестом приказал своим оставшимся в живых телохранителям раступиться. Дейген поднял свой богато украшенный клинок в насмешливом приветствии, встречая слабый выпут Оша с полной уверенностью в собственном боевом превосходстве и убежденностью, что начертанная на его пластине арканная литургия отразит любое колдовство ослабевшего Псайкера. Поединок длился меньше минуты, и по его окончанию Оша остался стоять на коленях на жертвенном настиле с длинным мечом Дейгена, застрявшим у него в животе. Со всей горделивостью хтанийского бойца Дейген выкрикнул победный боевой клич перед своими братьями, наслаждаясь победой над противником, которого он со смехом объявил дважды сломленным. Но это последнее оскорбление, по всей видимости, придало Ошу сил для последнего удара. Напрягая свою огметику до предела, чтобы она смогла продвинуть его израненое тело вперед, военачальник взмыл вверх, и когда капитан Дейген обернулся, чтобы позлорадствовать еще раз, единственное, что он увидел, это как оставшаяся рука Оша замахнулась громовым молотом. Голова капитана Дейгена тут же была проломлена ударом молотом. Существо, которое когда-то было Джараном Дейгеном, повернулось к военачальнику Ошу, и прежде чем изменить плоть капитана, произнесло лишь одну роковую фразу, которая тысячелетиями преследовала человечество в кошмарах. Самус здесь. В тот самый момент, когда чудовищный демон, известный как Самус, ворвался в реальное пространство через разрушенную плоть капитана Дейгена, на всей поверхности Омн Мата развергся, настоящий ад. Десятки варп-разломов появились по всему миру кузницы, извергая бесконечные потоки демонов всех мыслимых и немыслимых форм, как будто они были отражениями тех, что запятнали этот мир. На залитые лучами пустоши к востоку от Теайтиры выползла рда сгорбленных фигур с ободранной гниющей кожей и глазами налитыми кровью. В тесной аркологии Мануфакторума в сердце храма кузницы корона, скрюченные существа из плоти и металла, раздирали когтями все, что попадалось под руку, а бастионную стену Сардиса обступила чудовищная кавалерия, одетая в бронзу и кости. В отличие от призванных демонов, избивавших защитников Теайтиры, эти ужасы, рожденные варпом, не обращали внимания на преданность тех, кого они убивали. Не щадя ничего живого, они хлынули на Омн Мат апокалиптическим потоком. Даже Самус, существо ненавистное и вероломное, остался связанным волей сынов Хоруса, благодаря усилиям эзотеристов 84-й роты и их чарам, призванным сдержать капитана Дейгена, однако те демоны, что самостоятельно появлялись на Омн Мате, не преследовали никакой цели, кроме своей собственной. Самус, теперь полностью проявившийся в своей отвратительной волчьей форме, рыскал по периферии бойни, преследуя кучки лоялистов, пытавшихся сбежать в кишащие воздуховодами и служебными ходами коридоры Теайтиры. Единственной силой, сумевшей замедлить кровавую погоню, была троица контепторов Железных Рук, преградивших путь демон, давая время выжившим магасам унести еще живое тело военачальника Оша с поля боя. Мерзкие инстинкты, заставляющие Самуса наслаждаться каждым убийством, сыграли на руку лоялистам, когда те уходили в последнее укрепление кузницы. Каждый из трех дредноутов, преградивших путь демону, был шедевром мастеров Десятого Легиона. Заключенные в керамид садамантиевым покрытием, машины войны могли уничтожить кого угодно, но против существа с такой безграничной ненавистью, как Самус, мало кто мог выстоять и остаться в живых. Снаряды ласпушек разрывали шкуру демона, пока мощные кулаки пытались свернуть его волчью пасть, но демоническая плоть чудовища вновь срасталась, а зазубренные кости резали дредноутов, даже когда они наносили удары. Ответные удары клинков Самуса без труда рассекали керамид, отсекая конечности и пробивая торсы, но демон медленно и целенаправленно расчленял каждый дредноут по очереди, чтобы достать замурованного внутри легионера и окончательно добить его своими хищными челюстями. Было ли все это ожидаемым следствием ритуала, предназначенного для возвышения Дейгена и его несущих раздор, или же просто результатом его провала после смерти капитана, но то, что происходило на планете, было настоящей кульминацией пути, по которому шли легионеры 84-й роты в течение двух предыдущих лет. Выпущенный на Омнмат бездонный ужас Имотериума был завершением их служения. Для лоялистов же всякая надежда на защиту или выживание угасла в одно мгновение, хотя те, кто был вовлечен в бои внутри ядра Теа и Тиры, еще три часа не могли понять, что же происходило наверху, пока горстка их соратников не скрылась в глубинах Храма Кузницы. Для многих это знание, скорее всего, мало что изменило бы. Битва за Теа и Тиру была практически проиграна, поскольку новые волны громоздких демонических зверей сеяли хаос среди лоялистов. Отряды жрецов Мермедонов сражались и умирали друг за другом в этом хаосе, попутно каталогизируя данные по эффективности каждого оружия в их арсенале против демонических ужасов, даже когда их разрывали на части. Силы кибернетики беспорядочно бросались на существ, которые регистрировались на их сенсорах как аномалии, пока оставшиеся искатели и легионеры-разведчики, несущих раздор, охотились за театрианскими магасами. Железные руки, столкнувшись с таким же непредвиденным уничтожением, которое стерло их братьев на Истване-5, отбросили свои абордажные щиты и достали клинки, решив лично отомстить как можно большему числу сынов Хоруса. Когда отчаянная реальность того, что разворачивалась по всему Омн-Мату, стала ясна последним выжившим лоялистам Оша, а легионеры-предатели и призванные демоны сомкнулись вокруг них как петля, они обратились к собственным проклятым преданиям, намереваясь лишить предателей победы. В глубинах Теаи Тиры было спрятано устройство, которое когда-то покоилось в одном из закутанных мифами хранилищ Мимира, наполненных таинственными механизмами, которые убитый примарх Феррус Манус посчитал слишком опасными для Империума. Когда Самус и его свита из связанных демонов проникли во внутреннее святилище лоялистов, оружие было активировано. Мгновенно воспламенив воздух внутри храма кузницы и начав пожар, который распространился за пределы Теаи Тиры и даже смог воспламенить атмосферу Омн-Мата, окутав мир кузницу огнем за несколько минут. Все, кроме самых глубоко покоящихся пород, немедленно сгорело, включая автоматические реакторы уцелевших кузнец, чья детонация добавила разрушительной мощности огненному шторму. Океаны выкипели, а города растворились в пучинах расплавленного шлака. В считанные мгновения Сомн-Мата была стерта любая жизнь. Но даже когда вся планета оказалась сожжена, огонь не прекратил распространяться. Невероятно, но каждый корабль, планетарный аванпост или космическая станция, что поддерживали воксконтакт с Омн-Матом, в момент его возгорания были охвачены тем же таинственным пламенем. Сотни костров загорелись по всей системе одновременно, перекидывая странный огонь дальше, но уже через свою сеть активных вокс-передач. Флот 84-й роты был мгновенно уничтожен, ведь отчаянные мольбы анклавов предателей Омн-Мата о помощи обрекли их на верную гибель. Первым загорелся флагманский гранд-крейсер-увещеватель, передав через свою вокс-сеть всему флоту таинственный огонь. Это пламя полыхало в пустоте до тех пор, пока все активные вокс-передачи не прервались, лишь космос, окружающий систему, смог удержать его распространение. Когда целей для таинственного оружия не осталось, бушующие по всей системе пожары начали постепенно затухать. Но интенсивность и температура их горения гарантировало, что ничто, чего коснулось проклятое пламя, не выжило. Сам же Омн-Мат все еще горел. Он навсегда останется в пустоте, вечно горящим шаром, который не завоюют ни люди, ни демоны.